Редкий гость вечерней Варшавы, я ошибся в оценке дороги. Вот мы подходим к метро Свинтокшисского, которое находится около Палаца культуры и Маршалковской. Палаца культуры вон там видим, вон там он. Вот у меня и его заблуждение. А это тоже в таком стиле архитектуры 50-х годов здания, чем-то дальше. Только без колонн, напоминаю, что Палац культуры. Я не окончил рассказ о статусе Юзефа Панитовского. Естественно, во время войны немцы его взорвали. И новую версию изготовили на родине скульптора Торвальдса на 1952 году в Дании. И установили вот на этом месте, которое я уже показывал, около Президентского дворца. Какое-то отделение унииное тут находится. Парламент Европейский. Одного метра, другого через Чична Новый Город. Потом через Барбакан Старый Город. Площадь Чирейна. Все же Путин и Струговый. И Замковая площадь. Потом по Кирковскому предместе мы вышли. К остановке метро Свинтакшиш. Вот такая вот праздничная, цветочная Горсана. 24 декабря. Веделийный вечер. И запоминаем, что салон уроды. Это салон. Вот мы уже доходим, можно сказать, до Палацу Культуры. Вот он. Палац Культуры. Тут прямо. У нас это... Мы наконец подходим к колеям. К Маршалковской вернее. Вон там вот. Палац Культуры уже. Вот действительно. Правдивый. И вот вход до метро. На этом и заканчиваем, можно сказать, праздничный юлийный репортажик с праздничной юлийной Варшавы 24 декабря. Закрязненьте. Че, как ты все называешь? Маме меня. Мы сразу нырнули в метро, и я уже ничего не сообщил и не показал. Палац Культуры, подарок Сталина Варшаве, который сделал архитектор Лев Руднев. Руднев хотел, чтобы здание было в польском стиле и для изучения польской архитектуры побывал в Кракове, в Хелме и Замосте. В результате разработал он пять проекторов на выбор, из которых поляки выбрали 120-метровую нынешнюю башню. Музыка даже не сперва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...